Информация, наверное, это пока больше паническая. Конечно, взносы выросли существенно для именно предпринимателей, но такого пока не случилось. Почему? Потому что налоговая инспекция областная, она дает такие данные. За декабрь тысячи предпринимателей примерно снялось с учета и где-то 630 человек встали на учет. То есть по всей Архангельской области из 40 тысяч предпринимателей минус у нас получился только примерно 370 человек. Это на самом деле не очень большая цифра. И мы, наверное, вместе с налоговой, это наши партнеры на сегодняшний день, у нас там создан общественный совет, мы будем, наверное, в марте месяце или в конце февраля собираться и подводить какие-то итоги. То есть мы их попросим, мы уже их попросили о том, чтобы они нам дали какую-то статистику. На основании этой статистики мы будем проводить, мы приглашаем туда губернатора, будем проводить круглый столб. И, возможно, какие-то меры поддержки дополнительные принимать. А так у нас есть программа поддержки. На федеральном уровне осенью прошлого года в Сочи при Медведеве четыре федеральных структуры, это опора России, торгово-промышленная палата, российский союз промышленников, предпринимателей, деловая Россия, мы подписали антикоррупционную хартию. До этого мы присоединялись, каждое наше объединение присоединялось в той или иной степени к каким-то европейским вот таким хартиям по противодействию коррупции. Вообще мы в прошлом году и ввели с правительством Архангельской области и с областной прокуратурой проект «Профилактика и предупреждение коррупции в предпринимательской среде». Вот в рамках этого проекта я сегодня и приехал к вам сюда. Мы предпринимателям, по сути дела, давали отчет, что мы сделали и какие меры надо предпринимать, если ты сталкиваешься с той или иной ситуацией коррупционной. Здесь у нас на областном уровне, мы к нашей федеральной антикоррупционной хартии, мы присоединились на прошлой неделе. Торгово-промышленная палата, российский союз промышленников и предпринимателей, ну и мы опора России, естественно. Коррупционная преступность, она латентна, она скрыта. И тут, как правило, заинтересованы обе стороны. Поэтому, когда вот такая взаимная заинтересованность есть, то, конечно, выявить вот эти факты на самом деле, да, и заставить одну из сторон признаться в чем-то достаточно сложно. Но ситуация, я еще раз говорю, она меняется. Мы в самом начале пути. В прошлом году, в конце прошлого года так случилось, что я в составе большой делегации и предпринимателей, и чиновников был за границей. Мы как раз эти темы с ними обсуждали, с представителями торгово-промышленной палаты Финляндии, Дании. И у нас тоже вот наши вот эти все федеральные структуры были на этих встречах, и мы спрашивали у них, а как же так, а как же вы? Но на что они нам ответили, ребята, у вас государству всего 20 лет, а у них вот этот капитализм развивается лет 600. Он говорит, вы еще, ну, даже не дети, вы еще младенцы. Поэтому то, что вот у нас сейчас, они это проходили, наверное, лет 200 назад. У них это все тоже было. Но вот нетерпимая обстановка коррупции, она создается постепенно, шаг за шагом. Мы вот опорой России вот эти шаги начинаем делать. Вот этот наш проект, который я озвучивал уже с правительством, мы это, ну, самый первый шаг. Мы пытаемся поменять сознание у предпринимателей. Мы просто говорим, что, ребята, давайте задумаемся. Если мы сегодня даем какому-то чиновнику, да, и получаем какие-то преференции по отношению к себе, а если завтра придет более богатый предприниматель, нам надо жить в правовом поле. Мы проехали по области, и не только на юге области, да, но и в других районах. И в результате, да, востребованность есть. Именно, ну, самые целесообразные кредиты – это именно на развитие бизнеса, потому что они должны давать большую отдачу. Но, естественно, как в рамках поддержки, вот, наш фонд микрофинансирования, он именно предоставляет на льготных условиях, чтобы развитие происходило для предпринимателей быстрыми темпами, да, чтобы он не переплачивал проценты, не терял свои прибыли за счет больших сумм переплаты. Ну, в 2009 году был закон о микрофинансовой деятельности. В Архангельской области наш фонд был создан в 2010 году, активно начал выдавать займы в 2011-2012 году, то есть два года мы уже работаем. И вот микрозаймы, они пользуются все большим и большим спросом, то есть люди начинают понимать, что фонд создан для их поддержки, не для того, чтобы получить сверхприбыли, потому что процентная ставка в размере 10% годовых, а реальная переплата порядка 6%, то это небольшой сумм. А для сельского, кстати, предпринимателя вообще она еще... Да, она еще меньше, то есть 7% годовых, это для крестьянско-фермерских хозяйств, поэтому предприниматели обращаются, вот, активно обращаются, и чем больше информированности их будет о том, что такой фонд существует и возможность получения денежных средств реально, и никаких комиссий, каких-то дополнительных сборов не требуется, поэтому они будут к нам обращаться. Пока вот нет еще, наверное, такого объемного информации. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, предприниматели не запутаются от этого огромного количества предложений, сегодня какую газету не откроешь, везде как бы займы. Правда, там по 10% в месяц, а у вас по 10% в год. То есть как вот вас отличить в числе прочих сегодня желающих дать деньги в кредит? Ну, вот наша реклама всегда сейчас сопровождается тем, что мы включены в реестр микрофинансовых организаций. То есть это уже отличительная особенность, потому что часть таких быстрых денег, они вообще не включены в реестр микрофинансовых организаций. Мы, соответственно, работаем, постоянно отчитываясь. Плюс ко всему этому наш фонд, он областной, то есть при поддержке области, но и смотреть на ставки, то есть смотреть именно на годовую процентную ставку. Если не указана годовая, то это уже, значит, надо считать, умножать. Сложная система получения кредита в вашем фонде? Нет, она не сложная. То есть пакет документов, он приемлемый. Ну, обычный пакет документов, которые собираются в банках, это юридические, налоговые и справки из банков, декларации. То есть вот четыре... А бизнес-план нужен? Бизнес-план не нужен. Мы не требуем бизнес-плана, то есть мы смотрим на действующий бизнес. Если бизнес только начинает развиваться, то самое главное – это поручительство. Вообще вся микрофинансовая деятельность, как она была задумана и как она по опыту зарубежных стран, она основана на поручительстве других физических или юридических лиц. Поэтому вот здесь поручительство. Куда люди обращаться должны? Вот предприниматели, 10% – это реально очень заманчивые деньги. Если для хорошего оборотистого бизнеса сумма достаточно приличная, до миллиона рублей. Куда им обращаться в этом случае, если реально они захотят воспользоваться вашим фондом? Ну вот на сегодняшний день более подробная информация может быть найдена на сайте cmf29.ru. Там в том числе в ближайшее время, вероятнее всего, что будет написан адрес наших представителей на юге области, то есть это в Коряжме, в Котласе или в Великотском районе. То есть теми с людьми, которыми мы заключили агентский договор на сбор пакета документов, кто-то может обращаться напрямую к нам в Архангельске. Это обводный канал 12, офис 502. Мы собираемся от северо-западных регионов. У нас едет 5 человек предпринимателей, едут представители прокуратуры от каждой области и представители от правительства. Эта встреча, она вообще будет общероссийская, ее проводит Генеральная прокуратура. И мы там будем, наверное, самые острые проблемы предпринимательства озвучивать. Ну вот, может быть, какие-то пути решения искать. Понятно, что какие-то теперешние вызовы, они, может быть, и нерешаемые в краткосрочной перспективе. Но вот мы будем ставить такие задачи перед прокуратурой и правительством Российской Федерации. И мы, когда думали, какой вопрос озвучить перед прокуратурой, мы решили, что мы, наверное, будем затрагивать какие-то проблемы лесного хозяйства. И, наверное, самая большая вот такая вот у нас на сегодняшний день задача – это строительство дорог. Мы вот будем поднимать эту тему. Мы сейчас вчера вели переговоры, у нас наш представитель вел переговоры с Министерством лесного хозяйства, промышленности Архангельской области. Вот, наверное, мы консолидировано будем бить в одну точку. Мы не будем размазываться на каких-то сиюминутных вещах. Вот это нам важно. У нас лесной регион, у нас очень много людей в лесном комплексе занято. Это не только представители Элима, больших компаний, и наших Титана, и, например, Соломбальского СЦБК, крупных наших. Но у нас ведь очень много людей занято именно в малом бизнесе. Это лесозаготовки, это первичная переработка, это доставка на комбинаты на те же самые. Поэтому дороги – это важная составляющая, и мы решили озвучивать именно эту.